Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергена познакомит читателя с удивительными, фантастическими мирами Бернара Вербера. Бернар Вербер — современный французский писатель, философ, фантаст, реалист и мечтатель. Бернар Вербер покорил российского читателя в середине 2000-х годов, когда в России появились его самые нашумевшие бестселлеры «Танутафты» и «Империя ангелов». Его романы стали новым словом в приключенческом и фантазийных жанрах. Вместе с увлекательным сюжетом читатель узнавал массу случайных, удивительных и абсолютно разных фактов. В произведениях Бернара Вербера смешивалась наука, эзотерические практики, мифы и религиозные учения, исторические курьёзы и конспирологические теории. Этот приём стал визитной карточкой Бернара Вербера. Бернар Вербер родился 18 сентября 1961 года в Тулузе. Он с детства много читал, особенно его привлекала приключенческая классика, и он до сих пор называет Жюля Верна любимым писателем вместе с Азимовым и Ольсом. В семилетнем возрасте Бернар написал своё первое произведение – рассказ на свободную тему приключения Блохи. И в нём, от лица самой Блохи, он рассказывает от её путешествий под деброй человеческого тела. А в восемь лет Бернар уже пишет свой второй рассказ – «Волшебный замок». Тайна одного замка, который пожирает посетителей. Юный писатель открывает для себя новый жанр и самостоятельно учится создавать захватывающийся сюжет. В лицейские годы Бернар Вербер присоединился к редакции лицейской газеты «Эйфория» и начинает писать сценарии для комиксов. И благодаря этому он обнаружил для себя новые литературные жанры – американскую научную фантастику 60-х годов и фантастику барокко прошлого века. В 1978 году Бернар Вербер, окончив лицей, поступает в Плоский университет, где планирует изучать право. И в этом же году он начинает писать свой роман «Муравьи». Идеей было продолжить семистраничный сценарий для комикса. Оценив возможности сюжет, писатель задумал создать настоящий роман. Но учёба в университете изначально не сложилась. И уже в 1982 году Бернар Вербер бросает право и переезжает в Париж, чтобы заниматься там журналистикой. А в творчестве он открывает для себя Филиппа Дика, который одним махом затмил все его прежние литературные эталоны. И при этом Вербер продолжает трудиться над своим рукописью «Муравьи». К этому времени он уже 18 раз переписывал этот роман. И уже следующие семь лет Бернар без особого успеха работает во французской еженедельной новостной и политическом журнале «Обозреватель». Пишет статьи на научные и околонаучные темы о космосе, медицине, искусственном интеллекте, социологии. Но после столкновения с руководством он был уволен. Неудача очень ранит его. И, пользуясь временем-затишьем, он поступает на курсы сценаристов. И Вербер уже подумывает забросить свой роман «Муравьи», но неожиданно состоялось знакомство с его будущим издателем, который заинтересовался рукописью. И в 1991 году публикуется его первый роман «Муравьи». На написание этого романа Вербер потратил 12 лет, но, по его словам, эти годы ушли на обучение ремеслу более тонкому, состоящему из изобретения персонажей и ситуаций, выискиванию оригинальных мезосцен и режиссуре драматического напряжения. Действие романа «Муравьи» разворачивается вокруг двух цивилизаций – цивилизации людей и муравьёв. Цивилизация муравьёв – это многомиллионный город, который занимает на поверхности Земли всего два квадратных метра. Его жильцы – самые трудолюбивые существа в мире. Их умение подчиняться правилам – мечта любого диктатора. Их интеллекту можно только позавидовать. Они – муравьи, и они живут среди нас. Или это мы живём среди них? И чья цивилизация окажется жизнеспособной? Об этом рассказывает в своём романе Бернар Вербер. Вопреки ожиданиям автора, книга не привлекла к себе особого внимания. Критики не оценили задумок Вербера. Несмотря на то, что критики никак не отметили его дебют, Вербер продолжает пытаться достучаться до критиков, излагая свои идеи устами и поступками муравьёв. Как сказал сам Вербер, критики не знают, в какой категории меня отнести. Литература, которой я занимаюсь, просто им незнакома. И Вербер продолжает писать и выпускает целую трилогию о муравьях. Вторая часть цикла «День муравья» получила приз читательниц Эль. А в 1995 году выходит роман, который завершает трилогию о муравьях «Революция муравьёв». Трилогия о муравьях принесла Верберу известность. В романе проявляется его фирменное сочетание научных фактов и творческого вымысла. В процессе написания романа Вербер проанализировал огромное количество литературы о мировейниках, иерархии внутренней и о том, как сложно на самом деле устроен мир насекомых. И Вернард Вербер продолжает создавать свои удивительные миры. Для всех любителей пушистых хвостиков Вернард Вербер создал трилогию про кошек, в которой искусно переплетается воедина философия, научная фантастика, триллер и мифология. Это альтернативный взгляд на историю человечества, где кошки берут ответственность за судьбу мира в свои лапы. И что было бы, начни кошки править цивилизацией? Решительная кошка Бастад, мечтающая научиться понимать людей, и единственный в мире кот Пифагор, способный получать любую информацию через интернет, решает, что человечество пора спасать от его порогов и противопоставить агрессии людей духовную просветленность кошек. «Пророчество о пчелах». Этот роман, по свидетельству критиков и читателей, настоящий взрыв фантазии автора. Вербер переносит нас в интереснейшую историческую эпоху тамплиеров, заставляя перемещаться из далекого прошлого в будущее. После трилогии о муравьях автор понял, что он способен писать и о других вещах. Так появляется диалогия о танатонавтах, которая принесла Верберу мировую известность. В этих книгах впервые появляется мотив путешествий в другую реальность. Герои танатонавтов и империй ангелов – ученые, нашедшие способ перемещаться за пределы бытия в посмертии. Они отправляются в экспедицию, чтобы узнать, как устроен загробный мир. На основе своих научных и околонаучных изысканий Вербер выстроил целый мир и описал рай, каким он мог бы выглядеть. Как и в книгах о муравьях, в этих романах появляется тема возможности катастрофы, ведь представители разных конфессий бьются за то, чтобы колонизировать загробный мир и доказать, что их религиозная концепция верна, в отличие от других. Но на этом история танатонавтов не заканчивается. В 2004 году выходит первая книга одноименной трилогии «Мы – боги» о дальнейших приключениях Мишеля Пенсона, главного героя книг «Танатонавт». Только на этот раз героям предстоит исследовать мир богов. В 2005 году уже выходит вторая книга трилогии «Дыхание богов» и третья «Тайна богов», которая уже открывает занавес тайны и даёт ответ на поставленный вопрос «А что же такое быть богом?» Бернард Вербер продолжает создавать свои удивительные миры. Цикл «Третье человечество» – это научно-фантастическая сага рассказывает о появлении нового поколения людей. Эти романы отличаются глубокой социальной проблематикой, скрытой в фантастическом сюжете. На Земле появляется новый вид человека – микролюди. Их не принимают обычные жители планеты, и они вынуждены бороться за право на существование. А в завершающей книге цикла «Третье человечество. Голод Земли» главным героем уже становится сама наша планета, а человечный образ Земли. Земля решает восстать против своих же жителей, людей и микролюдей, которые находятся на пороге Третьей мировой войны. И прислушаются ли люди к Земле, которая наконец-то подала свой голос? Человечеству предстоит принять непростое решение и узнать, что думает о людях их родная планета. Бернард Вербер создает для читателей в своих книгах не только удивительные миры, где главными героями становятся люди, микролюди, животные. Он пишет книги, где главными героями становятся и сами читатели, и оживают книги. Книга путешествий – книга живая. Эта книга обращается к читателю. По замыслу автора главный герой – это сам читатель, а книга должна функционировать словно зеркало, в котором каждый человек способен видеть свои собственные воспоминания, вкусы, страхи, надежды и устоки. Для создания живой книги Вербер изучал процессы психоанализа и самогипноза. К 2002 году книги Бернара Вербера уже не один раз занимают верхнее место в списке бестселлеров. Автор становится популярным во всем мире. И уже неоднократно Бернар Вербер побывал в Москве в рамках Московской международной книжной выставки и ярмарки, чем очень радует своих поклонников, которые с нетерпением ждут его новые книги. И каждая книга Бернара Вербера – это попытка расширить читательские горизонты, задать важные вопросы о судьбах человечества и попробовать ответить на них самым нетривиальным способом. Субтитры создавал DimaTorzok